Высокий столб – излюбленное место отдыха полевчан. Сюда приходят круглый год. Зимой покататься на горке, летом пожарить шашлыка. А школа номер 13 и шеф и трубопрокатный цех номер один Северского трубного завода уже несколько лет подряд ежегодно проводят на высоком столбе туристические слеты. Нам здесь очень нравится, особенно понравилось в этом году. Была организована такая интересная, трудная эстафета туристическая. Но нас поразило то, что здесь очень замусорено. И поэтому по этой причине мы даже в прошлом году не пошли на высокий столб проводить туристический слет, так как здесь грязно, здесь все закидано. И жители нашего города Полесково приходят, здесь отдыхают. Но почему-то они не имеют привычки за собой этот мусор убирать. Когда мы сюда пришли, увидели просто горы мусора, бутылки, склянки, банки. И нам захотелось прибрать это место, чтобы на будущий год прийти, и здесь уже было чисто. Любимое место отдыха наших горожан, но, к сожалению, они вставляют после себя следы. Эти следы разлетаются, растаскиваются, и вот мы решили это пригородить. Пребраться на территории высокого столба, собрать мусор и привести лес в порядок – это инициатива молодежи Северского трубного завода, которую сегодня поддержали и ученики школы номер 13. Школа отреагировала сначала так сомнительно, потом мы поддержали и даже сказали, да, мы это согласны, мы готовы к этому делать. Мы хотим это внести, чтобы это была ежегодная уборка, ну и пользоваться, как говорится, случаем. Хотим обратиться к нашим горожанам, которые мусорят, чтобы если отдыхаете, мусор с собой, домой, и там уже убирали, выкидывали, чтобы здесь было всегда чисто и приятно. Мы за чистый город, здоровый город, здоровый город, здоровые дети. Мы поддерживаем также и программу городского попечительского совета, который вышел в этом году, здоровые дети, здоровый город, это тоже относится к сюда. Это и воспитание у детей, патриотического отношения, наверное, к своему городу, любви к своему городу, к природе родной. Если мы будем уважать природу, значит, мы будем уважать друг друга. Мария Беспалова, староста класса. Узнав, что шефы вышли с предложением провести на высоком столбе экологический субботник, сразу же отправилась к своим друзьям и одноклассникам. Ребята не только поддержали Марию и старших друзей из Т1, но и сагитировали еще и малышей, учеников шестого класса. Сейчас они все вместе собирают банки и бутылки из-под кока-колы, коробки из-под сока и чипсов. И кажется, им это совсем не в тягость. Природа – это же город Полевского, и кроме полевчан ее никто не уберет. И поэтому решили прийти помочь городу, лесу. Все-таки мы же сюда приходим отдыхать также с семьями, с родителями. Приходим со школы, все школы отдыхают на турслеты и на все. В походы ходим тоже с классом. Все, что собрали школьники и молодежь Северского трубного завода, а это несколько десятков мешков с бытовыми отходами, вывезла служба ЖКХ администрации города. Участники этого экологического субботника понимают, что их вклад в благоустройство Полевского минимален, но они надеются, что их примеру последуют и другие полевчане. И вот так вот все вместе, учащиеся и работающие, учителя и ученики, приберем наш город. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.